Факты спорт начинают свою работу. Добрый вечер. Мы уже готовы обсудить важные спортивные новости дня. Присоединяйтесь. А начнем с футбола. Седьмой тур чемпионата страны столкнул наши кубанские команды с московскими коллективами. И встречи эти для наших клубов сложились не лучшим образом. Кубай дома проиграл от ЦСКА. Краснодар в Москве уступил локомотиву. Лучшие моменты матчей в своем материале собрал Иван Полехин. Давайте посмотрим. Краснодарцы в Москве принялись за дело с первых минут. И это принесло результат. Вернее принес его Федор Смолов. Нападающий завершил затяжной проход ударом в дальний угол в ворот Гильермо. На то, чтобы отыграться железнодорожникам понадобилось 7 минут. Отличился сенегалец Ниасе. Помог ему в этом голкипер Буков-Дикань. Победный гол хозяева забили в начале второго тайма. С ударом все того же Ниасе Дикань на этот раз справился. Но первым на добивании оказался Алан Касаев. 2-1. Победа столичных футболистов. В концовке, естественно, уже рисковали и собеждали зону свободную, где Викамотив проводил атаки. Но, в принципе, он их не доводил до завершения. У нас были моменты, где мы могли сравнять счет. Но, к сожалению, не сделали этого. Все самое интересное в матче Кубани и ЦСКА произошло во втором тайме. Сначала Ахмед Муса упал в метре от штрафной желто-зеленых. Но судья посчитал, что Негриц на пенальти наиграл. К точке подошел Бибор Снатха и ударил выше ворот. Добивается своего армейцы на 88-й минуте. Кирилл Набабкин завершает контратаку москвичей. Проходит пара минут. И арбитр ставит пенальти уже в ворота Игоря Акинфеева. Голкипер сборной России играет блестяще. Да очень обидно пропускать на последних минутах. Наверное, в следствии из-за того, что потеря концентрации. Игра длится 90-95 минут. И мы подавали угловой и пропустили такую обидную контратаку. Итоговый счет 0-1. Третье поражение Кубани. И уйти с последнего места в турнирной таблице краснодарцы смогут только через две недели. После перерыва в чемпионате на игры сборных. Иван Полейкин, Кубань-24. А мы продолжаем. Мы на очереди у нас волейбол. И первое поражение сильнейшей российской сборной на Кубке мира в Японии. Сегодня наши девчонки в пяти сетах уступили Сербии. Начало матча проигрыша не предвещало. Россиянки взяли две стартовые партии. Но затем, как говорится, что-то пошло не так. Уступили в третьем и четвертом сетах. А затем и на тайбрейке. После семи туров сборная России занимает вторую строчку Кубка. Впереди американки. С ними мы сразимся в пятницу. Ну а ближайший матч уже завтра против Перу. Также впереди встречи с Китаем и Алжиром. Напомню, что Краснодарская «Динамо» на турнире представляют Татьяна Кошелева, Александра Пасынкова и Наталья Малых. И именно наша троица во многом определяет игру национальной команды. Есть наши ребята, вернее один человек, Андрей Зубков и в баскетбольной сборной России, которая готовится к чемпионату Европы. Потому Зубков не с локомотивом, который сегодня улетел в Словению, в Краньска-Гора пройдет второй сбор краснодарцев. Кроме Зубкова, в числе отсутствующих Фисенко и Дрейпер, они также в сборных. А Энтони Рендольф восстанавливается после травмы. А вот с Брайаном Рендолом железнодорожники контракт решили не заключать, он не прошел медобследование. Таким образом, на данный момент в распоряжении Георгия Сабарцокоса всего 9 баскетболистов, в их числе и Сергей Быков, которого вы сегодня еще увидите в нашей традиционной рубрике «Герои недели». А сегодня в Краснодаре состоялось долгожданное открытие спортивного комплекса «Центр плавания». Строительство объекта началось еще в 2012 году. Теперь именно здесь лучшие пловцы края будут готовиться к важным стартам. Спорткомплекс имеет два бассейна, 25-метровый и 10-метровый, а также тренажерный зал. В торжественной церемонии открытия участие приняли спортивные чиновники Кубани, а также титулованные спортсмены. Мы строили, строили, наконец-то построили. Очень классный комплекс. Это все в плюс, все в пользу для того, чтобы у нас была богатая и здоровая нация, чтобы детям было где плавать. А вот опробовать новую воду Изотов так не решился, а вот юные пловцы с удовольствием провели показательные заплывы. Новый центр плавания создан, кстати, не только для развития профессионального спорта, но и для поддержки массового. Заневаться здесь могут все желающие. Суперкубок России по гонболу второй год подряд отправляется в Чехов. Медведи из Подмосковья в кубковом матче с краснодарским Скифом ни на секунду не забывали о своем лидерстве. И такая уверенность чеховских медведей не позволила кубанцам собраться даже на домашнем паркете. Подробности матча у Михаила Самойлова. Такого количества гонбольных болельщиков Олимп не собирал давно. Около 2,5 тысяч человек пришло посмотреть на матч открытия сезона. Болел за Скиф и глава региона Вениамин Кондратьев. Молодые краснодарцы показали, что с опытным грандом биться могут. По моментам первый тайм равный. Во втором по реализации чемпионы России сильнее. Несколько неудачных семиметровых, удары выше ворот и в каркас. Как следствие 16-12 в пользу гостей перед перерывом. Много ошибок, много еще надо будет работать. Но самое главное, они не боятся. И у них есть точка, мы уходим за Кубань сражаться, за наш край. На них это они как звери становятся. Жалко, что шашек нет. Во втором тайме краснодарцы свои моменты транжирить продолжили. Чеховские медведи продолжили свои моменты реализовывать. И закономерно снова набросали больше 15 гостевых попаданий против 13 хозяйских. Мне показалось, что они подустали во втором тайме. И мы за счет защиты вытянули матч. 31-25. Чеховские медведи во второй раз в истории становятся обладателем Суперкубка России. И покататься с обидчиком скифт сможет теперь только в октябре. 7-го числа в Краснодаре команды сразятся в рамках Кубка России. Михаил Самулов, Денис Горбунов, Кубань-24, Краснодар. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина провела мастер-класс для юных спортсменов Кубани. Проходило мероприятие в рамках проекта «Детский спорт». На ледовой краснодарской арене «Айспелла» собрались и те, кто занимается фигурным катанием, и просто поклонники легенды большого спорта. Около часа Роднина рассказывала о тонкостях и секретах фигурного катания. И, конечно, оценивала будущее кубанского спорта на льду. Также легендарная фигуристка уже в качестве руководителя проекта «Детский спорт» заключила соглашение с администрацией Краснодарского края о сотрудничестве в области развития массового детского спорта на Кубани. Что ж, дорогие друзья, выпуск подходит к концу, а значит, самое время отдать слово герою этой недели. И главным персонажем нашей традиционной рубрики на этот раз будет Сергей Быков. Защитник лакмотива Кубани обязательно подробно расскажет о своем возвращении в ЛОКО. Но не сегодня, а потому что сегодня Быков вспомнит о своем детстве, где ночью напролет он играл. Нет, не в баскетбол, а в футбол. 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 Интересно, что родом, откуда я, с севера, не забывайте, летом белые ночи. И у нас баталии были. Один раз установили рекорд, что до 7 утра, ну это еще было, так сказать, поздно, май, то есть учебный год, получается, что мы по вам помылись и пошли в школу. То есть вот эти у нас баталии были район на район, и скажу, что действительно в футбол нравится играть. Не смотреть, играть. Игра в нападающем футболе или нет? Забивать или защищаться? Я думаю, не найдешь ни одного мальчишку, который хочет стоять на воротах. Конечно, это в нападение, в атаку, вот, голы забивать удалось получать. Так что... Вот тот ночной матч, не помнишь, с каким счетом приблизительно, хотя бы, закончился? Я думаю, так, что счет уже сбился и чисто... Ну, могу так сказать, что наш двор был всегда чемпионом. Мы выигрывали, потому что у нас неплохая банда была. Это был Сергей Быков и его понедельничная история. Завтра защитник ЛОКа вновь начнет свой рассказ. А я же с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Продолжение следует...